Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Мы проходим сейчас запись Вначале делать Нового Завета с деяний апостолов Дойти до Откровения А потом другие Евангелия Евангелие от Матфея мы уже насчитали В видео с толкованием Пошел Номер 6, 1 Петра, 3 глава, 12-15 стихи Потому что очи Господа обращены к праведным И уши его к молитве их Но лице Господне против делающих зло Чтобы истребить их земли И кто сделает вам зло Если вы будете ревнителями доброго Но если и страдаете за правду То вы блаженны А страха их не бойтесь и не смущайтесь Господа Бога светите в сердцах ваших Будьте всегда готовы всякому Требующему вас отчета В вашем уповании Дать ответ скротостью и благоговением Толкование блаженного Феофилакта Апостол прибавляет к всему Если будете так жить То к вам Бог будет благосклонен и милостив А при таком положении Кто вам нанесет зло Ибо все в руке его Жизнь и смерть Премудрость 16, 13 Ты имеешь власть жизни и смерти И не сводишь до врат ада И возводишь Ну как некоторые почитали злом Страдание за веру То апостол Петр для исправления Такого мнения говорит Не почитайте этого злом Напротив, почитайте это Залогом блаженства Ибо страх от людей не стоит Никакого внимания Он однодневен Ибо если очи Господа Обращены к праведным И уши его к молитве их Но против делающих зло Лице Господне Угрожающий злым погибелью То если бы это было зло Податель благ без сомнения За любовь нашу к нему Не воздал бы зло Ибо зло он наводит на злых Скорбит и снота Всякой души человека Делающего злое Римлянам 2, 9 Посему скорби За благочестие Не суть зло Вместе с Исайей 8, 13 Господа Саваофа Его чтите свято И он страх ваш И он трепет ваш Заповедовать Святить Господа в сердцах То есть не превозноситься Видимыми делами Но в тайной клете сердца Совершать освящение Господа Которое состоит В удалении от скверн То есть от злых нравов языческих Так его святите Освятится он через Ваше доброе поведение Когда прочие люди Прославляют его Как и сам Богочеловек Повелевает Так да светит свет Ваш пред людьми Чтобы они видели Ваши добрые дела Матфея 5, 16 1 Петра 3, 16 Имейте добрую совесть Дабы тем За что засловят вас Как злодеев Были постажены Порицающие Ваше доброе житие Во Христе Толкование Слова готовы Дать ответ И прочее Должно соединиться Словами Являть добрую деятельность Иметь добрую совесть Ибо когда будете делать Это С кротостью и прилечием Тогда и сами Уверитесь Что вы имеете Добрую совесть И имеющих Дурное понятие Вас постыдите Апостол Повелевает Верному человеку Всегда быть готовым К отчету веры Чтобы Когда бы не стали Спрашивать вас о вере Мы всегда могли Легко отвечать И делать это С кротостью Как и все вообще Как бы в присутствии Самого Бога Ибо в присутствии Своего Господина Ни один благоразумный Раб Не бывает дерзок Польза от всего та Что неверные Узнают Каковы мы И будут справедливы К нам Нужно заметить Что эти слова Апостола Не противоречит Изречению Господа Когда Господь Говорит Чтобы мы Когда поведут Нас к начальникам И властям Не заботились О том Что нам отвечать Лука 21.14 А Петр Заповедует Теперь готовится К ответу То Господь Говорит О свидетельстве А Апостол Об учении Ибо кто думает Что знает Что-нибудь Без разумения И исследования Тот вызывает На себя хулу Ибо знания Неразумных Неисследимые слова Иначе Поскольку Обвиняли Нас Во многих Беззакониях И выставляли Надежды Наши непрасными То апостол Заповедует Готовить Обдуманные Ответы И иметь Жизнь Достохвальную Которую Называют Совестью 1 Петра 3.17-18 Ибо Если угодно Воле Божией Лучше Пострадать За добрые Дела Нежели За злые Потому Что И Христос Чтобы Привести Нас К Богу Однажды Пострадал За грехи Наши Праведник За неправедных Был Умерщвлен По плоти Но Ожив Духом Толкование Фефилактов Если же Кто захочет Относить Причину Этой Ближайшей Предшествующей Речи То Словом Добрые Дела Нужно Понимать Не о благотворительности Другому Но вообще О добродетели Также Нужно Понимать И слово Злые Прибавляет Если угодно Воле Божией Показывая Этим Что с нами Ничего Бывает Без попущения Божия Но Бывает Или для Облегчения Нас От грехов Или Для обнаружения И славы Нашей Или даже Для спасения Других И это Двояким Образом Или Какой-нибудь Праведник Терпит Зло Для Уцеломудрения Иных Грешников По сказанному 1 Петра 4 18 Если Праведник Едва Спасается То Грешник Где Явится И Отсюда Двоякая Польза Для Страждущего Праведника При умножении Праведности Через Терпение А для Грешника Обращения Как сказано Или Праведник Страдает Для собственной Своей славы И для Обращения И спасения Других Как и Христос По всему Петр Полагает Здесь Пример Христа Потому что И Христос Однажды Пострадал Не за Свои Грехи Но за Наши По всему Прибавляет Праведник За неправедных Ибо Сам Христос Не сделал Никакого Греха 1 Петра 2.22 Что Показать Могущество Страдавшего Прибавил Однажды А как Он Пострадал Для того Чтобы Привести Нас К Богу И Отцу Своему То и Показал Что Не все Страждущие Страдают За грехи И как Христос И Бог И человек То Страданиями Своими Доставил Нам И благодать Двоякую Умерший Как Человек Он Освободил Нас От Смерти Положив Начало Нашему Воскресению И В самом Себе Дав Пример Что Умирающий Умирает Не без Надежды Воскресения А жив То есть Воскресну Из Мертвых Силой Божественности Ибо Он Воскрес Из Мертвых Не Как Человек Но Как Бог Всех Сущих Ваади Соживил Совоскресив Собой Ибо По словам Евангелиста Матфея 27 52 53 Многие Тела Усопших В святых Воскресли И явились Многим Бывом Мечулен По Плоти То есть Как Человек Но Ожил Как Бог Под Словом Духом Разумеет Бога А под Плотью Человека О Первом Свидетельствует Евангелист Когда Повествует Что Христос Истинная Премудрость Сказал Бог Есть Дух Иоанна 4 24 А Втором Свидетельствует Все Священное Писание Отсюда Ясно Что Христос Сугуб То есть Двоичен Не Лицом Но Естеством Которым Поставлено Вместо Почему Ибо Сказав Что Он Умер За Нас Неправедных Апостол Говорит Затем Что Он Проповедовал И Содержим Вааде Дойдя До сего Апостол Должен Был Еще Объяснить Как Смерть Христова Полезна Была Для Прежде Усопших И Решить Вопрос Если Вочеловечение Господа Было Для Спасения Всех То Какое Спасение Получили Прежде Умершие Он Сразу Разрешает То и Другое И Говорит Что Смерть Христова Произвела То и Другое Вместе Надежду Воскресение Через Его Воскресение И Спасение Усопших Прежде И Боте Которые Хорошо Провели Время В своей Жизни И Тогда Получили Спасение Через Сошествие Господа Во Ад Как Думает Святой Григорий Он Говорит Кавычки Открытый Христос Явившись В Находящемся В Аде Спасает Не Всех Без Изъятия Но Одних Верующих Кавычки Закрыты Ибо От Произволения Каждого Зависело Как Требовала Разумность Не Оставаться Бесчувственным Богатым Удару Творца Но Представить Самого Себя Достойным Благости Подателя 1 Петра 3 19 20 Которым Он И Находящимся В Темнице Духом Сойдя Проповедал Некогда Непокорным Ожидавшему Их Божию Долготерпение В Одни Ноги Во Время Строения Ковчега В Котором Немногие То есть Восемь Душ Спаслись От Воды Толкование Иной Мог Сказать Кавычки Открыты Кто Ж Другой Проповедовал Прежде Христа И Кому Непокорившиеся Осуждены Кавычки Закрыты Подобно Апостолу Павлу Римлянам 2.15 Он мог бы указать На врожденные Нам разумные Силы Ибо Те Которые Созданы Способными Развлечать Добро И зло И Несмотря на это Не творили добра Достойны Осуждения Но Он не указывает На это Почему Потому что Это понятно Для ума Высшего И рассуждения Более Любомудрого Чем у Иудеев Привязанных К земле Апостол Подтверждает Непокорность Из Писания И не со времен Пророков Но почти от Самого Сотворения Мира Отсюда Он представил Что Спасение Проповедовалось Людям От начала Но Они По наклонности Своих Суете Пренебрегали Им И в то Время Как людей Было Бесчисленное Множество Только Восемь душ Покорились Проповеди И спаслись В устроенном Ковчеге Так как Спасение Было В воде Тот Кстати Относит Это К святому Крещению Говорит Что Вода Это Указывала На Наше Крещение Ибо И оно Погубляет Непокорных Бесов И спасает С верой Приходящих В Ковчег То есть Церковь И как Вода Смывает Нечистоту Так и Крещение Только Оно Производит Отложение Нечистоты Неплодской А Припосредствии Внешнего Знака Производит Обытие Скверной Душевной Оно То есть Как бы Залог И Вручение Доброй Совести Пред Богом Комментарий Игнатия Лапкина То Что Здесь Говорится В комментариях Относительно Проповеди О том Что Сегодняшнее Православие Совершенно Не сверяется В своей Жизни Ни с Книгой Деяния Апостолов Ни с Толкованиями Святых Отцов И мы Подтверждаем На основании Всего Священного Писания Оставив Которое 1 Петра 2.8 Они Притыкаются Не покоряясь Слово На что Они Оставлены Мы Это Доказываем И подтверждаем Непокорность Современного Священства И апостол Подтверждает Их непокорность Из Писания 1 Петра 3.21-22 Так И нас Подобное Сему Образу Крещение Не Плотской Нечистоты Омытия Но Обещание Бога Доброй Совести Спасает Воскресением Иисуса Христа Который Восшедно Небо Пребывает Одесную Бога И Которому Покорились Ангелы И Власти И Силы Я Специально Выделяю Чтобы Поняли К чему Какое Слово Относится Крещение Спасает Вот Что Надо Считать А не Обещание Богу Доброе Стоит Обещать Можно В каждом Месте Толкование Связь Так И Нас Спасает Ныне Подобное Сему Образу Крещение Не Плотской Нечистоты Омытия Но Вопрошение Или Выпрашивание Доброй Совести Пред Богом Ибо Сознающие За собой Доброе То есть Привязанное К жизни Непорочной Они Так И Прибегать К Святому Крещению Что Же Делает Крещение Спасительным Воскресение Христово Ибо Прежде Страданий И Воскресения Своего Христос Объявил Иоанна 3 5 Если Кто Не Родится От воды И Духа Не Может Войти В Царствие Божие А По Воскресении Заповедал Крестить Все Приходящие Народы Во имя Отца Рассказав О домостроительстве Спасения О Сошествии Господа Во ад И о том Для чего Он сходил Туда Именно Для спасения Содержимых Во аде Апостол Находит Смерти Господа Иной Повод К повещанию К добродетели Если Христос Умер За Нас Плотю Ибо Бессомнение Не Бессмертным И Божественным Своим Естеством То И мы От Плату Ему Должны Для Него Умереть Греху Не Вдаваться Более В Человеческие Похоти Но Остальное Во плоти Время Жить Только По Воле Божией 1 Петра 4 2 Чтобы Остальное Во плоти Время Жить Уже Не По Человеческим Похотям Но По Воле Божией Толкований Страдающим Вместо Умершей Петр Говорит Подобно Павлу 2 Тимофея 2 11 Если Мы С ним Умерли То С ним И Оживем И Римлянам 6 11 Почитайте Себя Мертвыми Для Греха Живыми Жи Для Бога 1 Петра 4 3 Ибо Довольно Что Вы Прошедшее Время Жизни Поступали По Воле Языческой Предаваясь Нечистотам Похотям Мужеложству Скотоложству Помыслам Пьянству Излишеству В пище И питье И нелепому Идолослужению Полкование Феофилакта Апостол Как бы так Говорит Неужели Вы Не насытились Проведши Столько Времени В Житейских Удовольствиях Разве Жили Не в Такой Нечистоте Какой Язычники 1 Петра 4 4 Почему Они Дивятся Что Вы Не Участвуйте С Ними В том же Распутстве И Злословят Вас Толкование Язычники Будут Удивляться Вам Что Вы Не Участвуйте С Ними В Том же Нечести Посему После Удивления Вашей Переменей И Недоумений Они Не Только Посрамятся Но и Станут Злословить И По Благочестии Для Грешника Отвратительно Но Они Не Останутся Безнаказанными За Такое Злословие А Дадут Ответ Судьи Всех Который Для Этого И Сидит Непреложно И Твердо 1 Петра 4 5 Они Они Дадут Ответ Имеющему Вскоре Судить Живых И Мертвых Толкование Связь Такая Эти Злословящие Вас Дадут Ответ Судящему Всех Живых И Мертвых Судятся И Мертвые Это Видное Сошествие Господа Ваад Ибо Явившись Туда После Крестной Смерти Он Проповедал И Там Как На земле Проповедал Не словом А делом И Как Пребывание Его В мире Для Тех Которые С готовностью Признали Его Послужило Оправдание А Для Тех Которые Не признали Его В осуждение Так И Содержимых Вааде Тем Которые Жили По Плоти Он Явился На Осуждение А Тем Которые Жили По Духу То Вели Жизнь Духовную И Добродетельную На Славу И Спасение Посему Справедливо Называется Судьей Живых И Мертвых И Наче Объявляет Святой Кирилл Мертвыми Здесь Он Называет Тех Междуязычниками Которые Умертвили Себя Названными В третьем Стихе Грехами О которых И молит Апостол Чтобы Они Обратились И Отдали Неукоризненный Ответ Имеющему Судить Живых И Мертвых Живыми И Мертвыми Называет Также Праведных И Ившись Во плоти Благовествовал Царство Небесное Те Грешники Которые Приняли Его Заповеди Сами Как люди Судят Себя Плотю То есть Осуждают В настоящей Человеческой Жизни Плоть Свою Напасты Повержение На землю Слезы И Прочие Злострадания Чтобы Жить По Богу Духом Одушевляясь В этом Случа Изречением Апостола В Той Коринфянам 4.16 Если Внешне Наш Человек И тлеет То Внутренний Со дня На день Обновляется 1 Петра 4.6 Ибо Для того И мертвым Было Благовествуемо Чтобы Они Подвершись Суду По Человеку Плотию Жили По Богу Духом Толкование Так Как Выше Сказано О Находящихся В Аде Что Он Проповедовал И Находящимся В темнице Духа 3.19 То Туда И Нужно Относить Настоящее Изречение Выраженное В качестве Причины А не Смотреть На него Как На новое Изречение По всему Мы Говорим Так Как Перед Этим Апостол Сказал И Имеющему Судить Живых И Мертвых А на это Могли Возразить Где Судятся Живые Где Мертвые То Он И Подтверждает Это Сказанным Свыше Тем Что Он И Находящимся В темнице Духом Проповедал И Что Проповедь Это Было В суде То Есть В осуждении Одни Те Которые Сознавали Свою Жизнь Доброй Когда Явилась Туда Благость Тотчас Соединились С нею А Те Которые От этого Наполнили Стыдом И Приняли Себе Осуждение Вот Что Значит Судья Мертвых Судья Живых Когда Господь Пришел В Нитленную Жизнь Сию То Люди Нашли В пришествии Его Осуждение Себе Одни Добрые С усердием Приняли Его Учение А Другие Злые Отказались От Истины И Сами Сомкнули Себе Глаза От Нее Почему И Сказано Иоанна 9.39 На суд То есть На осуждение Пришел Я В мир Сей Так Христос Судья Живых И Мертвых Подвершись Суду Плотью Полная Мысль Такая Когда Господь Посетил Находящихся В Аде То Одни Которые В мире Сем Жили По Плоти Осуждены А Другие Которые Жили Духовно Или Воскресли Вместе С Господом Ибо Многие Тело Усопших Святых Восстали Матфея 27.52 Или Оживились Доброй Надеждой Впрочем Близок Сему Конец То есть И тем Которые Оправданы При жизни И тем Которые Оправданы В Аде Ибо Во второе Пришествие Господа Каждому Воздается Должное Вполне Если Кто Нибудь Станет Отвергать Проповедь Господа В Аде Говоря Что Находящимся В Аде Умершим Никакой Нет Пользы От нее По Сказанному Псалом Шестой Шестих Шестой Во гробе Кто Будет Славить Тебя Тот Такой Человек Грубо Понимает Проповедь Бывшего Аде Ибо Исповеданием Разумеет Не похвалу Богу А Исповедь Не понимая Изречения Не мертвый Восхваля Тебя Господи Псалом 113 25 Поскольку Настоящей Жизнью Совершение Всех Дел заканчивается Ибо Все Умрет Без деятельности То Справедливо Сказано Во гробе Кто Будет Славить Тебя Потому Что Никто Не совершит Ничего Такого За Чтобы Быть Освобожденным И Благодарить Комментарий Игнатия Лапкина В земной Жизни Своей Господь Учил Наставлял И Обличал И Всегда Ссылался Доказывая Свою Правоту На Священное Писание Апостольские Ученики Авторитет Слова Божия Держали Выше Всего И Этим Авторитетом Писания Разрешались Споры На Соборах Одни Добрые С усердием Приняли Его Учение А Другие Злые Отказались От Истины И Сами Сомкнули Себе Глаза От Нее Этим Отношением К Библии Определяется Наше Отношение К Богу И Нашему Спасению Господь Через Своих Апостолов Предсказал Что Будет Такое Страшное Наше Время Когда Библия Потеряет Авторитет Именно Церкви Именно У Православных Потому Что Все Что Не Имеет Связи С Апостолами Не Есть Церковь 2 Тимофе 4 3 Ибо Будет Время Когда Здравого Учения Принимать Не Будут Но По Своим Прихотям Будут Избирать Себе Учителей Которые Льстили Б Слуху Здравым Учением Называется Чистое Словесное Молоко Священное Писание Одни Добрые С усердием Приняли Его Учение А другие Злые Отказались От Истины И Сами Сомкнули Себе Глаза От Нее 1 Петра 4 Глава 7 9 Впрочем Близок Всему Конец Итак Будьте Благоразумны И Бодрствуйте В Молитвах Более Всего Имейте Усердную Любовь Друг К Другу Потому Что Любовь Покрывает Множество Грехов Будьте Странолюбивы Друг К Другу Без Ропота Толкование Конец Этот В истинном Смысле Есть Христос Ибо Он Есть Совершенство Всего А не То Что Напрасно Почитают Концом Всего Язычники Когда Говорят Они Например Эпикур Что Конец Всего Удовольствия Другие Знания Или Созерцания Ну Как Полома И Ны Добродетель И Как Совершенство Всего Христос Пришло И Вы Сообразуетесь С этим Совершенством То Пусть Не Оказывается У вас Самих Недостатка Ни В чем Ни В целомудрии Ни В трезвости Ни В бодрствовании На молитве Ибо Молитва Свойственно Бодрствующим Не В любви Друг Ко Другу Апостол Павел Назвал Любовь Исполнением Закона Римлянам 13.10 А Петр Называет Ее Могущую Покрывать Грехи Это Потому Что Милость К ближнему Делает Милостивым К нам Бога Сказав О любви Прибавляет И то Что В тесной Связи С любовью Странолюбие Который Повелевает Совершать Безропота И тем Которые Изобилуют Всяким Даром Повелевает Делиться С братом Неимущим Например Имеющий Учительское Слово Ибо На это Указывают Как слова Божии Стихи 11 Пусть Преподает Оны Нуждающемуся В нем Имеющий Обилие Яст Пусть Подает Неимеющему Оных Подает Без Скупости Но Сколько Позволяет Сила Дарование Божие К этому Говорит Я убеждаю Вас Для того Чтобы Бог Прославлялся Во всех Будут ли Твой Язычники Или Близкие Ваши 1 Петра 4 глава 10 11 Стихи Служите Служите друг Другу Каждый Тем Даром Какой Получил Как Добрые Домостроители Многоразличной Благодати Божией Говорит Ли кто Говори Как Слова Божии Служит Ли кто Служи По силе Какую Дает Бог Дабы Во все Прославлялся Бог Через Иисуса Христа Которому Слава И держава Во веки Веков Аминь Толкование Не делать Должного Употребления Из того Что принадлежит Нам И чему Мы Господа Есть Дело Крайне Несправедливое Ибо Не тот Только Должен Делиться С неимеющим Кто Имеет Деньги Но И тот Кто Имеет И прочие Естественные Дары Ибо Сам Тот Кто Неимел Их Получил Их От Бога Для того Чтобы Делился С неимеющим 1 Петра 4 12 13 Возлюбленные Огненного Искушения Для испытания Вам посылаемого Не чуждайтесь Как приключение Для вас Странного Но Как вы Участвуйте Во Христовых Страданиях Радуйтесь Да и В явлении Славы Его Возрадуйтесь И восторжествуете Толкование Это апостол Добавил К сказанному Перед Сим Он Он Замечал Что Некоторые Соблазняются Постигающими Искорбями Так Как В законе Обещается Работающим Господу Мир Римлянам 2 10 И Хотя Выше Когда Давал Правила Слугам Кратко Утешал Подобным Образом Но Теперь Дает Простор Речи И Говорит Возлюбленные Самым Наименованием Сим Тотчас Показывает Что Скорби Бывают С ними Не потому Что Бог Ненавидит Их Но Потому Что Очень Любит Их Не Чуждайтесь Тоже Что Не Удивляйтесь Потом Скорби Назвал Огненным Искушением Обжиганием И Тем Показал Что Они И Ниспосылаются На Них Для Испытания А Испытание Делает Испытуемый Предмет Весьма Ценным Подобно Как Золото И Серебро К Этому Прибавил Нечто Блаженнейшее Всего Именно Что Предтерпевающие Это Подобно Своему Учителю Христу И Ныне Терпят Вместе С ним Бесчесть Этим Оканчиваются Все Стремления Все Теперь У нас Что Получается Дальше Все